Как определить, в чём заключается мой потенциал или талант? На чём мне стоит сосредоточиться? В наше время, особенно в Индии, по всей Индии, но в особенности в Южной Индии, с самого детства, в большинстве семей, хотя есть и исключения, но в большинстве семей, родителей, а также общества, постоянно заставляют ребёнка думать о том, какая деятельность даст ему лучшие возможности для выживания, какая деятельность позволит устроиться на хорошую работу, какая деятельность будет приносить хорошие деньги. Они мыслят только такими категориями. Когда вы с самого детства настраиваете ребёнка таким образом, то, какими бы талантами он не обладал, возможно, в вашем доме растёт Пикассо, но вы сделаете из него доктора. И вместо Мольберта у него будет операционный стул. Просто потому, что, начиная с самого детства, ему не позволялось думать ни о чём другом, кроме выживания. Если у вас есть дети, то очень важно дать им возможность развиваться. Не торопите их с поиском работы. Не обязательно, чтобы у каждого в 25 лет была работа. Они не обязательно должны жениться или выходить замуж, заводить детей. Это не обязательно. Разные люди созревают в разное время. Если они найдут работу в нужное время, и если необходимо, женятся в нужное время, а может, и вовсе обойдутся без этого, в зависимости от естественных склонностей, то они определённо вырастут более полноценными людьми. Можно стать инженером или доктором, но при этом быть очень неуравновешенным человеком, не находящим выхода для того, что внутри. Может быть, вы бы стали хорошим плотником. Но сейчас вы доктор. Можете себе представить нашу ситуацию. Нет ничего плохого в том, чтобы стать плотником. Можно стать отличным плотником, не так ли? Но это даже не рассматривается. Вы обязаны стать доктором. Если вы не можете стать доктором, то хотя бы инженером. В наше время, разумеется, IT-инженером. Так всё и происходит, не так ли? Они пытаются поступить в медицинский колледж, и получается тогда в инженерный. Где здесь логика? Если вы не поступили в медицинский колледж, то можно поступить в иерархидический колледж, или пойти учиться на ветеринара, или на худой конец стать с нахарем. Но если вы не поступаете на доктора, и сразу же идёте поступать на инженера, то где здесь логика? Это означает, что вы заинтересованы только в том, чтобы что-то кому-то доказать. Вы не заинтересованы в том, чтобы сделать вашу жизнь прекрасной. Не так ли? Какая работа лучше оплачивается, если нужно будет искать другую работу? Об этом я и говорю. Это просто выживание. Понимаете? У каждого человека достаточно интеллекта и способностей для выживания в мире. Может, не как у кого-то другого, у каждого по-своему. Но если человек делает то, что для него важно, если он создаёт что-то, к чему у него есть естественная склонность, тогда он будет счастлив вне зависимости от масштаба своей деятельности. Да? Если же вы занимаетесь чем-то, к чему у вас нет природной склонности, просто потому что вы были так воспитаны, со временем вы почувствуете разочарование в той работе, которую вы делаете. Вы, конечно, будете продолжать, поскольку вы потратили пять или десять лет своей жизни на образование, и вы не можете так просто взять и остановиться. Вы продолжаете через силу, не так ли? Нет необходимости настраивать общество таким образом. Сейчас каждые десять лет общество меняет своё представление о наилучшей профессии. Сейчас слишком много врачей, они нигде больше не востребованы. Да? Теперь люди задумываются о какой-то другой профессии. Раньше думали, что востребованы программисты, но теперь половина IT-специалистов отправили из других стран обратно в Индию. Теперь они думают, как им быть. Я знаю, что выживание имеет значение. С таким перенаселением и конкуренцией выживание, конечно, имеет значение. Но для детей будет полезным оставить хотя бы половину своей жизни открытой для поиска призвания. Ведь так их жизнь будет более полноценной. Я знаю, что многие люди не могут этого себе позволить, что есть определенные трудности. Как я уже сказал, это непросто. Все эти проблемы присутствуют. Тем не менее, имеет смысл попытаться создать следующее поколение, которое будет немного более гармонично внутри. Какие бы усилия для этого не требовались, все равно стоит попробовать. Не так ли? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok